Я хочу, чтобы меня искали в поиске и попадаю в бойца, которого избивает толпа какая-то, или бойца, который оставляет извиняться. Что вообще за бред? Это какой-то цирк сраный. Понимаю, да, хочется очень выслужиться перед семьей. В чем проблема? Это просто искусство, это такой подход. Я вот так вот увидел. Да, ребята, я это сделал, чтобы меня заметили. И что в этом удивительного? Друзья, всем привет. Привет, меня зовут Ярослав Степанов, и сегодня мы говорим с Дмитрием Кузнецовым, автором нашумевшего клипа про Хабиба Нурмагомедова. 22 мая Дмитрий выложил пост с подписью «По слухам, завтра меня ждет день расплаты». А 23 мая на Ютубе появилось короткое видео, как Кузнецов попадает под пресс сразу нескольких молодых людей. Выясняем, связаны ли эти два события, а также пообщаемся на тему того, действительно ли Дмитрий пытался купить бой на Fight Nights Global. Но интервью получилось большое, поэтому тут нашлось место и максимально честному рассказу Кузнецова о том, почему он решил снять тот самый клип и на какое будущее теперь рассчитывает в смешанных единоборствах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и всем приятного просмотра. Дмитрий, 22 мая в Инстаграме вы написали в последней публикации, в одной из последних «Завтра», по слухам, меня ждет день расплаты. Дмитрий, 23 мая на YouTube заливают видео, как вас избивают вроде бы трое человек. Связаны ли между собой эти два события? Вообще они, я думаю, никак не связаны. Это видео, в принципе, заливали в интернет еще, может быть, даже две недели назад, две с половиной. Я это видео скачал, потом это все заблокировали. Я думаю, ну, во-первых, я жалбу кинул, я думаю, еще кто-то из людей, кто это увидел, тоже жалбу накидали и пользователи заблокировали. Пишут это все с фейковых аккаунтов, как в личку, так и в комментарии тоже кидали. Поэтому это я так понял, что еще раз решили. Не знаю, или не очень получается, что ли, распространить, или что там у людей не получается, мне непонятно. Но я решил это просто особо не афишировать, потому что я это видео сохранил, я сейчас общаюсь с журналистом из США, и это как такой показатель того, что происходит. В принципе, я просто не хотел показывать это в российских СМИ, меня опять будут, наверное, в чем-то обвинять, или в постанове, или что я там, не знаю, плохо защищался, и, наверное, мне нужно сменить профессию, как сказал Камил Гаджиев, потому что я, наверное, не смог дать отпор Питерин каким-то аборигенам, гопникам. Я правильно понимаю, что это после того, или это в день было, когда вам разбили машину, то есть это все одно и то же событие? Да, 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 это как бы очевидно же, что это вот эта вся история, то есть там даже слышно, как там по машине бьют, вот. Кстати, вот здесь, если с точки зрения имиджа говорить, знаете, мы просто привыкли видеть такие ролики, на которых люди, которые оказываются в вашем положении, они после этого приносят извинения, ну и вот с этой целью выкладывают потом такие видео, а тут как-то все по обратному произошло, то есть слышно на видео, как вам говорят, извиняйся, но, в общем, с точки зрения имиджа нет ощущения, что это наоборот как-то даже может в плюс, что-то, не знаю. Ну, не знаю, я говорю, опять-таки не хочу, чтобы меня искали в поиске, попадая в как бойца, которого избивает там толпа какая-то, или бойца, который оставляет извиняться. Мне хочется, чтобы люди водили там Анубис, там какое-то необычное шоу в ММА, вот что-то такое, а так вот уже второй инцидент такой, ну один раз ладно, бывает со всеми, там сейчас спортсмены попадают в передряги такие непонятные, то у клубов, то еще что-нибудь такого рода. Но вот это в очередной раз, ну зачем просто, и мне не хотелось бы уже реально, ну хочется, чтобы как-то позиционировать себя совсем по-другому, а тут вот как бы опять эта история повторяется. Ну и не хотелось, чтобы это уже приелось. Вот после всего произошедшего с вами вышло пока одно видеоинтервью, это интервью Александру Лютикову, в котором в том числе звучит информация, согласно которой вы буквально пытались купить победу. Вот интересно, откуда появился повод для таких разговоров и что по вашей версии происходило, было ли такое вообще? Знаете, вот первое, что я хочу, наверное, сказать, то что, наверное, Лютикова в двуличный кусок дерьма, которым я улыбался, нормально со мной разговаривал. В принципе, я постарался максимально сделать позитивное интервью, чтобы все, как-то история отошла уже на нет, сходил, ну, речи о том, что будет вторая какая-то персона участвовать, не было. Я дал все интервью, по-моему, отлично поговорили, все хорошо. Мне приходит через пару дней сообщение то, что вот появились какие-то новые факты о том, что боец заявляет о том, что вы пытались его подкупить, будете ли вы как-то это комментировать? Ну, и говорит, что это Олег Белозеров. Я тут уже понимаю, о чем дело пахнет, в принципе, человек захотел, наверное, как-то в эту историю влезть, пропиариться, я не знаю, и еще помимо этого, ну, для меня тут все очевидно, то, что как бы люди начали вот затравливать, и я думал, что Лютиков будет какую-то позицию выберет, нейтральную. Ну, как и должен делать журналист. Он берет, принимает все слова как бы человека вообще просто без каких-либо доказательств. А, ну ладно, да, хорошо. Он промолчал, значит, вот оно так и есть. Просто где какая-то переписка, ну, не знаю, какой-нибудь разговор телефона, видео какая-нибудь съемка, ну, что-то в этом роде. Почему человек заявляет такие вещи спустя год и после того, как выходит клип, только вот только. Вот эти оправдания по поводу того, что там, сказал Камил Гаджиев, а, ну, наверное, человек боялся, чтобы он не состоится, поэтому он не стал это афишировать. Что вообще за бред, блядь? Ну, это, блядь, какой-то цирк сраный. Ну, они решили меня загнобить, решили меня как бы опустить перед общественностью, просто опозорить, дискретировать. Ну, пусть делают хотя бы это нормально, а не вот так вот. Ну, мне честно, я изначально, когда уже вот эта история началась, говорю Александру, понимаете, я не хочу вообще об этом человеке ничего упоминать. Он мою маму шлюхой назвал, профессиональный боец. Есть такое понятие, как трешток, но это как бы, это уже не трешток, это просто оскорбление, это у пивнушки называют, это за разборки гопников. Делай что-то веселое, смешное, там, не знаю, или жесткое, но что-то касается меня как-то, не знаю, ну, это полный бред. Я, в принципе, говорю, я подозреваю, что там, конечно, Лютиков там на побегушках бегает у Камила, и что Олег Белозеров. В принципе, почему как бы решили через Олега, потому что у нас был, видимо, уже с ним до этого конфликт, и вот я с ним дрался на Fight Nights, вот решили, наверное, такую вот историю провернуть. Почему это делали через него, опять-таки, он общается тоже с Камилом, я уверен, что как бы это все, ну, мне кажется, что это не просто так уж, как-то много совпадений. Белозеров имеет какой-то там вес, или он общается, там, или делает какие-то дела с Велесом. Велес спонсирует Минеева, соответственно, Минеев боец с Камилом, как бы, ну, для меня как бы это все сходится. Ребятам не понравилось то, что я оскорбил их суперидола и веду себя как-то вне рамках каких-то общества, я не знаю, каких-то принятых у них в голове, ну, это их проблема, но вот такого опускаться, ну, для меня это смешно, ну, как бы, люди вроде бы взрослые занимаются просто по-синейски. Есть же люди, которые в это реально поверят, при том, что меня, как бы, спрашивали, там, Дима, правда, что такое было? Я говорю, серьезно, типа, да хрена мне покупать с ним, типа, бой. Как бы, кто он, что, ну, типа, что вообще, откуда вообще эти цифры? Он говорит, общий тренер. У нас общий тренер, это Павел Прокофьев был на тот момент. Он у него там тренировался, я у него, уступал у него в организации. Я написал человеку, сказал, как ты прокомментируешь данное заявление. Так бы, человек сказал, что он такого не говорил, такого не было. Никто ему ничего не говорил. Какой еще общий тренер? Он что-то еще придумает? Я, в принципе, скриншот скинул этой беседой. И да, Дмитрий действительно прислал скриншот беседы с их общим тренером. И этот человек говорит, что ничего не знает о предложении сдать бой. Но о претензиях Кузнецова к Лютикову важно проговорить, что Александр предлагал Дмитрию изложить свою версию событий, но получил отказ. Видимо, произошло какое-то недопонимание. Вроде бы, в этом ролике мы с недопониманием разобрались, а теперь поговорим о том, как Кузнецов формирует желаемые гонорары за следующие бои. И ради чего все-таки решил снять тот самый клип, который возбудил очень многих. Не отключайтесь, тут будет интересно. Вот вы, кстати, выдвигали, получается, два ценника по ходу каких-то постов. 250 тысяч это было в первый раз, по-моему, за... Это за корней, это раз, да. Это на голых кулаках. Да, и миллион рублей за реванш с Белозеровым. Вот просто исходя из чего сформировались эти цифры? То есть это, может быть, вы прикидывали затрату на подготовку или... С корней тут никакой затраты на подготовку нет, как бы, я в себе уверен, ну, как бы, мы вообще совершенно на разных уровнях. Тут идет речь просто о перестраховке, что возможности там какой-нибудь травмы, потому что это голые кулаки, там, сечка, не сечка, там, сломанный палец, что угодно. У меня недавно был перелом. Как бы, я взвесил, думаю, ну, 250 это где-то нормально. Если там что-то, перелом будет, там, это, там, полтора месяца, ну, как бы, это еще куда не шло, еще что-то подает, там, или какая-нибудь сечка, там. Подготовка, в принципе, не нужна вообще к этому бою. С Олегом нужна подготовка. Тут, как бы, это все-таки ММА, нужно выйти, показать себя, что я, как бы, я представляю как спортсмен уже, а не как-то только там в плане шоу-тематики. Тут, в определенном, нужна подготовка, нужно платить тренерам. Опять-таки, я выхожу с шоу, то есть я уже не, ну, я уже не буду выходить без, как бы, без артистов. Затрачен на эти деньги, на всю эту подготовку и на весь этот материал, который был, в принципе, на костюмы, на костюмы, на, там, репетиции, на все это в целом. И, соответственно, как бы, еще я веду переговоры с зарубежными организациями, и там ценник, ну, я тоже, как бы, выставил, как бы, побольше, и вот сейчас ведутся, как бы, на эту тему разговора, как бы, что получится, не получится, ну, посмотрим. Вот там, допустим, в одной из организаций выставил ценник 18 тысяч плюс 4 тысяч, там, еще за победу, как бы, 18 выход и 4 плюс победа. То есть, как бы, эти деньги меня устроили в плане того, что я мог бы еще оплатить гонорары артистам, которые со мной работают, и хоть как-то начинать окупать деньги, затраченные на подготовку шоу, там, в плане костюмов и прочих, как бы, вещей. Вот интересно, совпали ли ваши ожидания после выхода клипа с тем, что происходит сейчас, имея в виду то, как будет развиваться спортивная карьера, ну, в плане, опять же, общения с российскими промоушенами, потому что, ну, видимо, действительно, в России сейчас вам будет очень тяжело найти бой. Ну, я ожидал, что будет, как бы, тяжело, но вот такой реакции, как там, с какими-то гомофобными настроениями, вот этими попытками обвинения, то, что я гомосексуалист, в подкупах, вот такого я, честно, не ожидал, ну, это вот они просто пробили дно и опустились вот на самое, ну, вот эта вся история, но такого я точно не ожидал. Клип, в принципе, ну, да, он вызвал какую-то бурю эмоций и весьма неадекватных. Сказать, что, как бы, я расстроен немного, есть такое, потому что, ну, это уж перебор совсем, но, в принципе, я уже давно хотел выступать где-то за границей, в других организациях, и, ну, я особо ничего не потерял. Ну, что, я потерял, как бы, людей, которые меня не уважали до этого, и ко мне вот так вот относятся, вот, судя по интервью и судя, как бы, по одному, там, в статьях, да, пожалуйста, человек, который заявляет, что и забьют, осуждать не буду людей, как бы, и не удивлюсь, ну, побьют, не удивлюсь, осуждать тех, кто его побьет, не буду. Вообще, о чем тут, может быть, дальше, как бы, ну, это неадекватная реакция, она, я считаю, что это, по сути, вот эта фраза, он просто, опять-таки, как бы, людям, так скажем, дал зеленый свет, давайте, чуваки, в принципе, это адекватно, если вы дадите ему пизды, охренительно просто. Ну, как у человека взрослого, как бы, адекватного, когда президент организации может быть вот такой вообще в голове проскочить, ну, как вообще проскочить такая мысль. Ну, я не знаю, походу, люди, там, последние мозги все свои растеряли, такой хренью занимаются. Я понимаю, да, хочется очень выслужиться, там, вот, перед семьей, там, как бы, этой, да, там, показать то, что вот, мы не дадим вас порочить, ваше имя, типа, что это неадекватно, но делать это как-то по-другому, какие-нибудь санкции, я не знаю, там, типа, то, что, ну, ну, какой-нибудь штраф бы сделали, там, в следующем бою, то, что вот, за ненормативную лексику, если они так считают, что их такой промоушен такой святой, и такой весь правильный и восхитительный, ну, что все. Я считаю, что это такая вот двойная, двуличная игра, и она говорит, я не строю себя святого, как бы, не говорю, что я правильный, да, я, там, ругаюсь матом, я, там, не пропагандирую ЗОЖ, там, какой-то, там, жесткий, но есть какие-то вещи, которые не надо переходить, и которые, ну, не нужно так делать, не нужно давать пример, там, людям, и давать какой-то момент такой, чтобы они начинали, не знаю, с каким-то насилием и беспределом, ну, зачем и так много насилия, а вот, а это как позыв, получается, они, как бы, призывают, ну, для меня это, честно, я и рад, что вот так все обернулось, просто они показали, в принципе, я говорил, что я этот парад лицемерию уничтожу, как бы, покажу, кто есть кто, в принципе, вот, они сами взяли и показали, я, в принципе, даже ничего не делал, я просто выпустил клип, в котором я ничего нового людям не показал в этом клипе, я все как есть, как было, показал, ну, кроме последнего момента такого юмористического, как они к этому отнеслись, Вот что у них там внутри сидит Вот что они себя представляют Говорит, что там я какой-то там сатанист Я неадекватный, там крутить у виска Ну, ребят, мы в 21 веке живем В чем проблема? Это просто искусство, это такой подход Я вот так вот увидел, и я Никаких грани не переходил Ни родителя не оскорблял, там, ни семью не трогал Как бы просто показал Все, все как было, так и показал Какие могут быть вопросы, как говорят Вот я смотрел, что происходило с вами по ходу карьеры Публично до этого, то есть это различные Шоу, подвыходы, плюс Своеобразные, ну, я не знаю, пиар или не Пиар боев через скандалы Какие-то околоспортивные, да, может Пусть и ненамеренные И вот вы действительно делали многое, чтобы Делать, так скажем, ММА вокруг интереснее Добавлять какие-то истории и все такое И мне показалось, что вы, ну, не получив Может быть, ожидаемого эффекта от всей Деятельности, ну, по крайней мере в России Там, начиная от покупок билетов Заканчивая костюмами и шоу Вот решили записать такой клип Верно ли это ощущение или Это не так? Приблизительно, да Потому что Я понимал то, что, ну, я так понимаю Ну, людей вообще ничего не интересует Это они воспринимают Как, что я пытаюсь кого-то купить Что я понтуюсь Хотя, чем я понтуюсь? Как бы я Обычный парень, как бы, из обычной семьи То есть я Не какой-то, там, мажор У меня папа не владелец, там, какого-то Нефтеперерабатывающего завода Я своими силами за такой короткий Период времени Пытаюсь Сделать какие-то интересные Наработки Прорваться, как бы, в спорте И запомниться Да, я не увидел отдачи в России Вообще никакой, в принципе Ну, я не Не слышал, чтобы кто-то покупал Кому-то билеты Стоял там, раздавал их Не слышал А таких Ну, были, конечно, выходы Но таких еще не было Опять-таки С такой продуманной историей Именно, как бы И псевдоним, и костюм Как бы, и вот Такого подхода не было Опять-таки, они особо оценили Ну, я просто немного этого не понял И мне не понравилось вот такое отношение И у меня возникла вот такая идея Вот, посмотрим, как вот Интересно отреагируют Вот, если я сделаю вот так вот Возьму лучшего бойца, как бы В Российской Федерации Которую, на которого все равняются Как бы, и вот сделаю вот так Да, я не взял там Федора Емельяненко Как бы, ну Меня, как бы И не хотелось, знаете Как бы, человек Столько всего Ну, в плане, как боец Это реально такая история Крутая То, что он выходил с бойцами Которые больше Неважно, какие они там были сильные Нет, это было зрелищно Ты, когда смотришь этот бой У тебя сердце замирает И ты такой смотришь Во, сейчас что-то будет такое Ты переживаешь А тут, как бы Я считаю, что это напускное Тут уже медиамашина работает Как бы, кто мне там что-нибудь говорил Да, это эффективная борьба и прочее Но Там явно не так Как все его превышают Из него делают Какого-то идола Который просто всех На своем пути сметал Нет И там Про что бы я снял У Федора Емельяненко клип Что там можно было бы Такого юмористического придумать То, что человек Просто с таким вот Железным лицом Выходит спокойно В октагон Там, как бы Или что Нет истории Как бы Здесь было про что снять Есть Про что там снять Про Джона Джонса Про Конора Макгрегора Опять-таки Будет время Пожалуйста Сниму Но я нахожусь в России А не в Америке Чтобы там снимать Про них Тут русская аудитория По крайней мере Какая-то была Поэтому я это сделал Говорят Очень реально Для меня смешное обвинение То, что ты это все сделал Ради хайпа Все же тебя волнуют Хайп и деньги Да, ребята Я это сделал Чтобы меня заметили И что в этом удивительного Ну, как бы Все медийные личности Делают какие-то моменты Чтобы их заметили Что это Ну, это почти то же самое Что обвинять Там, не знаю Какого-нибудь актера То, что он в крутом фильме Снялся А ты сделал Чтобы тебе там Оскар дали Чтобы тебя заметили Все это ради бабок Ну, да Мы все как бы Делаем какие-то вещи Для того, чтобы Жить, вертеться Как-то крутиться Выживать Я сделал, я считаю Интересную вещь Забавную Ну, и Что в этом позорного Зазорного Я не знаю Кстати, вот Нет ощущения Что ваша история Ну, реально Это Ютуб формат То есть Вы бы туда Вписались Особенно после Событий всех Очень даже Я настроен Как бы На профессиональную карьеру И мне как бы Там не хочется даже Опускаться Я бы говорю Я был готов выйти Там, допустим В битве за Кайп С кем-нибудь Ну, реально С Корнеем Ну, кто кого-то знает Кому было бы хорошо Ну, на это было бы интересно Посмотреть И бой, который бы Собрал бы много просмотров Реально Так можно было бы Один раз Такую историю прокрутить И Показать Как бы Где профессиональный спортсмен А где как бы Человек, который Просто шоу делает И было бы все понятно Как бы зрителям Ну, как бы Тут дерутся любители А вот там уже дерутся профессионалы И вот этот уровень Был бы соизмерим Ну, почему нет Хорошо Вот это Поэтому я и согласился На эту историю Там, голыми кулаками За 250 тысяч С Корнеем То, что Я просто показал бы Как бы Насколько уровни разные Как бы Где человек, который Реально тренируется И как бы Пытается расти И где который Просто делает Как бы шоу И не более того То есть Как бы Вообще далек От профессионального спорта Вот Поэтому А так Я не хотел бы Наверное На такой формат соглашаться Но это Мне хочется Как все спортсмены Все-таки показать А там Ну, я думаю Никак это не сделаешь Субтитры создавал DimaTorzok